МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 20 миллиардов тенге власти планируют потратить, чтобы улучшить экологию Тиммертау. На аппаратном совещании в областном Акимате обсудили комплексный план по улучшению экологической ситуации в городе Металлургов. Самый высокий результат в области по итогам единого национального тестирования показал ученик Жасказганского лицея. В регионе завершился единый экзамен выпускников. Всего в Караганде ЕНТ сдавало более 5 тысяч человек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Яркими концертными номерами карагандинцев порадовал вокальный ансамбль областного ДВД Нурорда. В честь празднования Дня казахстанской полиции на одной из площади Караганды состоялся праздничный концерт. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем более подробно. Более 20 миллиардов тенге власти планируют потратить, чтобы улучшить экологию Тимиртау. На аппаратном совещании Акиму области Ирлану Кушанову доложили о реализации комплексного плана по улучшению экологической ситуации в Тимиртау. На улучшение экологии Тимиртау потратят более 20 миллиардов тенге. Эта сумма необходима для реализации комплексного плана на 2018-2020 годы по улучшению экологической ситуации в Тимиртау, которая, как известно, оставляет желать лучшего. В целом, на осуществление целей, указанных в комплексном плане, нам необходим 21,6 миллиард тенге. 54 миллиона тенге будет выделено из областного бюджета, из республиканского – 1 миллиард 300 миллионов. 19 миллиардов – это инвестиции. Остальную сумму составляют гранты ООН и займы. В текущем году одному только Арселор Митл Тимиртау был предъявлен ущерб за сверхнормативные выбросы на сумму свыше 1 миллиарда тенге. Глава региона Ерлан Кушанов подчеркнул, что в период неблагоприятных метеоусловий все предприятия, включая металлургические комбинации, должны переходить на другой режим работы, чтобы избежать подобных черному снегу осадков. Каждый раз вы рассматриваете, поднимите, как КАЗ-гидромет наш в эти погодные дает данные, просмотрите, и в каком режиме работал комбинат. Это тоже надо смотреть вместе. Какие действия были департаменты со стороны комбината. Все это надо разбирать у вас. Это самый главный, основной вопрос. Я же вот полгода этим вопросом разбираюсь, я понял, что это главный вопрос. Черный снег почему появился? Потому что ветра не было. Аким области Ерлан Кушанов также заявил, что в следующий раз будет ждать не сухих цифр, а детальный разбор по каждому отдельному предприятию и мероприятию. В завершение Ерлан Кушанов поручил членам специальной рабочей группы взять этот вопрос на особый контроль и проследить за выполнением всех пунктов комплексного плана по улучшению экологической ситуации в Тимиртау. На государственной службе должны работать честные люди, поскольку на них лежит большая ответственность за судьбы сотен тысяч людей. Об этом говорил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов в ходе награждения лучших государственных служащих в честь профессионального праздника. Карагандинская область демонстрирует положительные темпы роста и за этими результатами стоит большая кропотливая работа. Это отметил глава региона Ерлан Кушанов в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню государственного служащего. Наша задача – это изменить к лучшему жизнь нашего региона. И когда мы принимаем какие-то решения, нужно понимать, что за этим стоят судьбы тысячи людей. Это огромная ответственность, доверие. И именно поэтому на государственной службе должны работать честные люди. Когда мы с вами будем чистыми, тогда и общество будет чистым. Об этом, я думаю, каждый из нас мечтает. Аким напомнил, что одним из приоритетов плана нации, инициированного главой государства, является создание профессионального государственного аппарата. «Требование государственным служащим растет с каждым годом. И чтобы им соответствовать, нам нужно самим меняться. Как бизнес построена, эффективная работа. Эти подходы должны внедряться и у нас. Это тайм-менеджмент, проектное мышление, развитие эмоционального интеллекта. Другими словами, госслужащий не должен быть сухим человеком или сухим чиновником, а эффективным менеджером на своем месте. Об этом постоянно говорит и глава нашего государства». Нагрудным знаком «Отличник государственной службы» награжден руководитель управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашев. Ряду государственных служащих вручены почетные грамоты Акима Карагандинской области за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Напомним, что в Казахстане ежегодно 23 июня отмечается День государственного служащего. По этому случаю здесь же состоялось принятие присяги молодых госслужащих. В Караганде завершилось единое национальное тестирование. В этом году его сдали более пяти с половиной тысячи человек. Самый высокий балл по области огласил руководитель управления образования Исенгазы Имангалиев. Последний день тестирования пришелся на 24 июня. В текущем году важный экзамен сдали более пяти тысяч выпускников региона. Для этого были определены 15 пунктов. По итогам единого национального тестирования самый высокий по области результат показал ученик из лицея Белем Инновация Жесказгана. Он набрал 137 баллов из 140 возможных. Всего на балл меньше набрал ученик гимназии имени Жамбыла Аклбаева, расположенный в Шерском районе. Эти данные на аппаратном совещании перевел руководитель управления образования Исенгазы Имангалиев. С прошлого года министерство сделало акцент на изменения формата ЕНТ. Это прежде всего проверка функциональной грамотности учащихся. Поэтому Акимы городов и районов не должны оказывать давление на руководителей отделов образования и учителей школ из-за рейтинга. В погоне за высокими рейтингами руководство школ зачастую старается организовать для своих учащихся комплексную подготовку, чтобы сдача единого национального тестирования прошла успешно. Выпускники отметили, что на протяжении всего года их упорно готовили и всячески поддерживали. Сегодня мы написали единого национального тестирования, в котором мы готовились на протяжении всего года. Готовились как индивидуально, так и группами с учителями и родителями. Также писали пробные тестирования в центре Юстадии. И с нами всегда и до конца были наши родители и учителя, которые помогли нам, собственно, сдать это тестирование. Лучшая группа поддержки для каждого выпускника – это его семья. В течение всего года родители старались поддержать своих детей не только словом, но и делом. Каждый из них верит в силы своего чада и настроен оптимистично. Надеюсь, что будет положительный результат. Надеюсь, только на отличное, конечно. Наверное, да, но больше 120, наверное, точно надо. Нам меньше как бы не нужно. Напомним, единое национальное тестирование в Казахстане стартовало 20 июня. Оно обязательно лишь для тех выпускников школ, которые планируют поступать в отечественные вузы. Максимальный балл – 140, проходной балл – 50. Для поступления в национальные вузы выпускникам необходимо набрать 65 баллов. Тестирование завершится 1 июля. Одним из новшеств проведения ЕНТ в этом году стала возможность сдать его на английском языке. Ею воспользовались около 50 человек. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. К другим новостям. Яркими концертными номерами карагандинцев порадовал вокальный ансамбль областного ДВД Нурорда. В честь празднования дня казахстанской полиции на одной из площадей Караганды состоялся праздничный концерт. В нынешнем году казахстанская полиция отмечает 26-ю годовщину со дня образования. Эта дата – знак благодарности всем тем, кто самоотверженно создавал казахстанские органы внутренних дел. Это выражение признательности ветеранам. Это дань памяти тем, кто в мирное время отдал свою жизнь ради спокойствия и безопасности граждан. 23 июня вокальному ансамблю Нурорда исполняется пять лет. За эти годы группа выступала на различных сценах, в том числе и в других городах страны. У ансамбля богатый репертуар. Он состоит не только из песен известных казахстанских и российских авторов. Участники ансамбля исполняют произведения, созданные действующими сотрудниками полиции. В связи с празднованием Дня образования казахстанской полиции, приказом министра внутренних дел, распоряжением Акима города Караганды и Акима Карагандинской области, а также приказами по ДВД за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, профессионализм, высокие показатели в служебной деятельности, поощрены более тысячи сотрудников области. Также была присуждена ежегодная премия Акима области в размере 300 тысяч тенге по номинациям за верность профессии участковый инспектор полиции года за вклад в работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, «Патрульный полицейский года». Праздничное мероприятие приобрело поистине общегородской масштаб. Зрители с удовольствием наблюдали двухчасовой концерт. Кроме того, были продемонстрированы показательные выступления специального отряда быстрого реагирования и кинологической службы. Мирамгуль Салкимбаева, Шалкар Алтымбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Соблюдение языковых норм в визуальной информации и наружных рекламах. Так назывался семинар, организованный Управлением по развитию языков Карагандинской области. Участниками семинара стали специалисты отделов культуры и развития языков, представители палаты предпринимателей и рекламных агентств. Грубые ошибки в текстах визуальной информации и рекламы встречаются на каждом шагу. Чаще всего правонарушения касаются казахского языка. Порой текст на государственном языке изобилует грамматическими, стилистическими и лексическими ошибками, а иногда и вовсе отсутствует. Такие нарушения выявляются в ходе рейдов, которые организовывает Управление по развитию языков. На семинаре, посвященном этой актуальной теме, с докладом выступила профессор кафедры казахского языкознания Карагандинского государственного университета имени Букетова Алмагуля-Дилова. Доктор филологических наук считает, что массовые нарушения в оформлении визуальной информации и рекламы связаны с мягкостью закона о рекламе Республики Казахстан. Закон о рекламе Республики Казахстан, он несколько мягкий, чем в других, допустим, в той же России. Полная ответственность во многом, значит, ложится именно на рекламодателей. А рекламодатели, как работают именно со своим рекламным слоганом, с текстом рекламы, это уже вопрос к ним. В Управлении по развитию языков отметили, что с недавних пор они не обладают полномочиями в отношении предпринимателей. На проверки малого и среднего бизнеса был наложен мораторий. С тех самых пор Управление по развитию языков стало осуществлять не карательную, а профилактическую функцию. В наши нынешние обязанности входит разъяснительная работа, оказание методической помощи в оформлении визуальной информации и рекламы. Поэтому мы проводим рейды, подводим итоги в конце каждой четверти, а также устраиваем подобные семинары с участием специалистов различных сфер. В текущем году, в период с 25 февраля по 25 марта, в рамках месячника рейдами было охвачено 1449 субъектов предпринимательства, выявлено 254 правонарушений, устранено 142. По остальным 112 даны рекомендации по устранению выявленных правонарушений в сроке. Необходимо подчеркнуть, что с текущего года Управление планирует проводить месячники под названием грамотность визуальной информации и рекламы не два раза в год, как было принято до, а один раз в четверть. Специалисты уверены, что данный шаг усилит борьбу с правонарушителями. Токжиан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском государственном техническом университете прошла ежегодная ярмарка выпускников. В нынешнем году рабочие места предоставили около 120 предприятий области. Национальные компании «Казмунайгаз», «Трансойл», «Казахстан», «Темиржалы» и многие-многие другие командировали своих представителей на очередную ярмарку выпускников в Карагандинском государственном техническом университете. Всего рабочие места предлагали свыше 120 крупных и средних предприятий. За 18 лет ярмарка выпускников дала путевку в успешную трудовую жизнь десяткам тысяч талантливых молодых специалистов. Стоит отметить, что в этом году уже проводилась подобная ярмарка. По просьбе работодателей в университете организовали еще одну. По просьбе работодателей Арселор Металки Мертал, Шубаркуль, Камир, Соколов, Сарбайский ГОК и другие промышленные предприятия, наши уважаемые работодатели попросили второй раз еще провести ярмарку выпускников. Это 166 выпускников еще не трудоустроились. И мы сегодня проводим второй раз ярмарку. Прибыло 78 представителей градообразующих предприятий Карагандинского региона, а также Кустанайской области, Павлодарской области и других областей. В КарГТУ отмечают, что на сегодняшний день конкуренция в отношении рабочих мест становится одной из самых главных проблем для молодых людей, только что получивших университетские дипломы. В то же время компаниям просто необходим приток свежих сил, новых специалистов, которые ориентируются в быстро меняющемся технологическом современном мире. Поэтому неудивительно, что ярмарка «Выпускник КарГТУ» всегда вызывает большой интерес как среди работодателей, так и среди соискателей рабочих мест. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Самый титулованный бизнес-тренер России Радислав Гантапас провел в Караганде тренинг «Профессиональный и личный успех, скрипты и алгоритмы». Его слушателями стали не только карагандинские бизнесмены, но и гости из других городов Казахстана. Вам кажется, что вы работаете слишком долго, а успеваете слишком мало? Постоянно заняты, но совсем не продуктивны? Как делать только то, что действительно нужно? На эти и многие другие вопросы ответил Радислав Гантапас в ходе единственного тренинга, который он провел в Караганде. Используя живые и яркие примеры, Радислав Гантапас доносил до слушателей свои идеи. Она не дала мне ни одного знака, потому что я не Молодь, не Рубина. Молодь! 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 Не знаю, как я. Но не настройка, насколько бы ей хотелось. Видимо. Но зато я могу себе в этом кафе пить, в нем есть и не заглядывая в счет просто дать карту. Не заглядывая в счет. А официант не может в своем собственном кафе выпить чашку кофе, понимаете? То есть, как ему пара, который может соответствовать мужчину, который должен состоять, или, в любом случае, финансовое обеспечение. И вот, то есть, в принципе, кому они подходят. Профессиональный и личный успех, скрипты и алгоритмы – именно так назывался курс лекций, послушать которые собрались не только карагандинские бизнесмены. В шахтерскую столицу прибыли гости из других городов Казахстана. Все они внимательно слушали бизнес-тренера и настраивались на успех. Организаторы отмечают, что в Центральном Казахстане малый и средний бизнес развит достаточно неплохо. Однако, многим предпринимателям не хватает мотивации. Мероприятия подобного масштаба у нас в городе точно не проводились никогда, потому что мы это делаем здесь. Ну и, соответственно, мне хотелось показать, что в городе было большое мероприятие. Мне хотелось, чтобы в городе было мероприятие значимое. И в городе было мероприятие, связанное с мотивацией. Мотивация собственников, мотивация бизнесменов, мотивация людей, стремящихся к развитию. Потому что сейчас, в этом веке, когда у нас очень много гаджетов, когда у нас очень много информации, очень много поглотителей, часто бизнесу не хватает именно этого. Собственнику, либо человеку не хватает мотивации, ресурса вот этого энергетического, чтобы начать что-то делать еще, но либо не остановиться в своем деле. В ходе тренинга простыми словами было рассказано о том, какие стратегии помогут получить деньги, статус, время и энергию. Как быстро обрести и навсегда удержать достигнутый успех. А практические задания выполнялись в мини-группах. Тренинг проходил в течение 8 часов. С уверенностью можно сказать, что каждый участник открыл для себя новые возможности. Они мне помогают развиваться как личности. Я где-то больше полугода назад решила уйти из найма и развивать собственный бизнес. Это консалтинг-агентство. Соответственно, мне нужно развивать тоже свою харизму лидера, чтобы я смогла подать себя правильно своим клиентам. То есть из его тренингов я подчеркиваю много очень важной и полезной информации, которую я могу преподнести и своим клиентам для развития их бизнеса, а также для себя, как себя позиционировать на рынке своем. Радислав Гандабас вообще мне очень сильно импонирует, как человек, как бизнес-тренер, коуч. Его профессиональная деятельность, она выслуживает большое уважение. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Волонгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова